В начале 1944 года войсками 3-го и 4-го украинских фронтов проводилась Никопольская наступательная операция. В только что освобожденном городе Осипенко, ныне это Бердянск, местный житель интересуется, где найти контрразведку. Ему указали на дом, где остановилась опергруппа НКГБ и НКВД. Им-то и передал этот человек большой сверток. Развернув его, чекисты обнаружили внутри свертка пакет и записку «Контрразведки от Леснова». Не найдя такого человека в списках своей агентуры, сотрудники опергруппы предположили, что это негласный сотрудник органов контрразведки СМЕРШ и передали пакет туда. Вот только СМЕРШ у 4-го украинского фронта ничего не известно про агента с таким позывным, и они пытаются узнать, кто же такой Лесной. Возможно, это псевдоним советского агента, заброшенного с определенным заданием отделами контрразведки других фронтов или центра. Проверили по всем каналам, включая Москву, но агента с таким псевдонимом найти не удалось. Оказалось, что никакого отношения Лесной к военной контрразведке и вообще к чекистам не имел. Но переданные от его имени бумаги имели сногсшибательные сведения. Это были полные данные на 275 агентов немецкой разведшколы Цепелин. Цепелин готовил агентов для диверсионной и разложенческой деятельности на территории Советского Союза. Так началось дело Лесного. Смершевсы начинают усиленно работать по лесному и выясняется, что этим человеком является врач одного из шахтерских поселков по фамилии Михайловский, мобилизованный в Красную Армию в 1941 году и через несколько месяцев после войны попавший в плен, прошедший за стенки известного нацистского лагеря Заксенхаузен и других лагерей Германии и Польши. В марте 1943 года он согласился работать на немецкую разведку и проходил у них под псевдонимом «Лесной». С самого начала пребывания в одном из разведуправлений Цепелина под названием «Команда доктора Райдера» Михайловский приступил к сбору информации о его методах работы, официальном составе и, что самое главное, о готовящейся к заброске в советский тыл и уже заброшенной агентуре немцев. Помогало этому еще и то, что он имел каллиграфический почерк и немцы часто привлекали его для заполнения различных документов. Работая с документами, он делал с них копии. Мало того, он в документах еще и оставлял малозаметные отметки и указывал на это в своих сообщениях. Сделано это было для того, чтобы контрразведка, проверяя документы, обратила на них внимание. На многих агентов имелись даже фотографии. При первой же возможности Михайловский передал собранные сведения советской стороне. Его письмо начиналось такими словами. Независимо от места и условий моего пребывания у меня всегда на первом плане была судьба моего отечества, моей родины. Достойным сыном и примером я хочу быть. Питая самые искренние чувства по отношению к своей родине, я с судьбой заброшенной в лагерь врага стараюсь по возможности выше нести знамя Второй Отечественной войны здесь в условиях гестапо. В деле оперативной разработки Цепелин управления контрразведки 4-го Украинского фронта имеется информация о том, что Михайловский достаточно детально описал работу разведоргана за 1943 год. Сведения оценивались как полностью достоверные, исключительно важные, подтвержденные ранее имевшиеся у контрразведчиков информацией. Основную массу агентов, указанных в переданных сведениях, СМЕРШ задержал в течение двух месяцев. Остальных внесли в разыскные списки, рассылаемые Главным управлением военной контрразведки. Сведения Леснова оказали контрразведчикам бесценную помощь в разоблачении вражеской агентуры. Вот только судьба самого Леснова едва не завершилась трагедией. Красная Армия проводила Уманско-Баташанскую наступательную операцию. Перейти линию фронта этот человек не мог, и ему приходилось отступать с немецкими частями. СМЕРШевцы предпринимали различные меры для установления связи с Михайловским. Но, к сожалению, сделать это по разным причинам не удавалось. В мае 1944 года, после освобождения Одессы, агент-опознаватель управления контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского фронта сообщил, что в городском госпитале лежит предатель, который был с ним в одной разведшколе Цепелин, и его необходимо срочно арестовать. Итак, контрразведка 4-го Украинского фронта не может найти человека, передавшего ценные сведения. Они буквально роют землю, но разыскать его не могут, пока не узнают, что человек, которого они разыскивают, арестован контрразведкой 3-го Украинского фронта, и по нему ведется полная разработка. Отбили его с большим трудом, потому что по документам 3-го Украинского фронта, он прошел уже как разоблаченный крупный немецкий агент. После проведения тщательной проверки, его патриотические действия подтвердились, Михайловского освободили и направили на лечение в военный госпиталь. Для ценного информатора все закончилось благополучно. Известно, что после войны этот человек жил на Украине в Полтавской области, где и скончался. Историю о лесном рассказал ведущий специалист по истории спецслужб Советского Союза, доктор исторических наук Александр Александрович Зданович, который работал с документами этого человека. Он пытался найти его фильтрационное дело и узнать, возможно ли этого человека в настоящее время представить правительственной награде. Однако, эта попытка завершилась неудачей. Как сказал мне в телефонном разговоре сам Александр Александрович, для этого необходимо было делать запросы по месту жительства Михайловского. А Украина сейчас совершенно другая страна и герои у нее теперь другие. А у меня на этом все. Если видео понравилось вам, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал, если вы на него еще не подписаны. Будет еще много интересного.